Библия говорит, что в начале было слово. Вообще-то, почитайте эту книжку, интересная она и местами смешная, но очень много цитат идут оттуда, очень много чего было построено на постулатах из Библии. Боюсь, что это не самое лучшее, а не самый лучший первоисточник, но все-таки, ну, что есть, остальное, видимо, уже уничтожили. Так вот, так ли это правда, что в начале было слово? Я думаю, что в жизни, когда мы имеем дело с людьми, мы имеем дело с бизнесом, мы имеем дело с жизнью человеческой, ценят люди в основном дело, а не красивые слова. К сожалению, это был у меня такой спор с Брюсом Перретом, моим замечательным преподавателем маркетинга в UTS, в университете технологии Сидней. Он говорил, Алекс, зачем ты учишь маркетинг, если ты его не любишь? Я объяснял, Брюс, говорю, чтобы бороться с врагом, надо его знать. Современный маркетинг – это совершенно не то, что должно бы быть. Как и, в общем-то, современный бизнес и боюсь, что современное общество. Мы не занимаемся бизнесом, мы должны заниматься предпринимательством, своим делом. И когда мы занимаемся делом, то это дело нам должно приносить конкретные пользы. То есть это дело, но не слова. Бизнес – это не talking, это doing. Когда я вижу, что в последнее время, да, наверное, и во мне это наблюдается, люди, дело, деловые люди, предприниматели, бизнесмены превращаются просто в пустых болталок с интернета и социальных сетях, мне становится немножко грустно и немножко страшно, потому что общество, которое базируется на таком предпринимательстве, оно ущербно. И оно порождает новые поколения людей, которые еще более ущербны, чем прежние. Если первые видели, что они делают что-то не так, но делали, потому что это приносило им деньги, то следующие поколения уже считают, что только так и надо делать. И на мой взгляд, кстати, это печально, но не будем углубляться в политику. Я просто хочу сказать, что люди не желают видеть очернительство Австралии. Это уже, как говорят, по САБЖу. Но люди не хотят видеть розовые, точнее, они хотят видеть розовые очки, но это своего рода как опиум, как анестезия. Они понимают, что переезд это какое-то такое революционное событие, и хотели бы, чтобы вот это была цель настолько сладка, что любой путь это просто ничто. на самом деле путь это часть самой цели. А цель может быть и не такая уж и сладкая. Но люди должны реально знать, что их ждет на пути вот к получению вот этого заветного плода. Люди, конкретно если говорить о тех людях, которые что-то ожидают от меня, для меня подобных, они хотят, чтобы образовательный агент или миграционный агент, сейчас очень многие агенты, в общем-то, незаконно объединяют эти две ипостаси, скажем так. Это не хорошо, но окей, это данное, и вряд ли положение в скором будущем изменится. Так вот, люди ожидают, что им помогут, им не просто объяснят, и уж тем более не наврут, не заманят, не показав подводных камней, а им дадут абсолютно точную карту того, как приехать сюда, как учиться здесь, чему учиться. Помогут не просто получить визу. Слава богу, по крайней мере, мои студенты, они знают, что они делают, они знают, как подаваться, и коллективный разум моего студенчества, знаете, на мой взгляд, эквивалентен, наверное, группе миграционных агентов. Ну, по крайней мере, по практике они делятся между собой информацией, владеют очень многими секретами, которые, по крайней мере, некоторые уходящие в шоу-бизнес, на мой взгляд, миграционные агенты, просто не знают. Ну да ладно, не об этом суть, не об этом речь. Людям нужна уверенность. Люди должны знать, что этот человек сделает все, чтобы учеба была наиболее cost-effective, cost-efficient, то есть и недорогая, и вела к поставленной цели. Чтобы... А лучше, кстати, чтобы это было самое дешевое и самое лучшее образование. И такое бывает, встречается. Не деньги определяют качество образования. Люди хотят, чтобы им помогали, не делали за них. Часть людей так и хочет, но это не самая лучшая часть студенчества. Но люди хотят, чтобы им показали, где лучше жить, почему, где лучше учиться, почему, какая квалификация перспективна, насколько это подходит их личным запросам, качествам человеческим. Потому что есть люди, которые обладают очень острым аналитическим умом, а есть люди, которые интуитивно приходят к решениям, и порой даже лучше, чем те, которые используют интуицию. Людям хочется, чтобы кто-то создал им условия, что даже не очень квалифицированный или вообще не квалифицированный бухгалтер, предположим, все-таки нашел работу, и чтобы у человека были возможности для эмиграции. И это не тот человек, который будет просто болтать, который и бухгалтер никакой, и спасателем уже не будет взят, и преподаватель, которого выгнали отовсюду, и миграционный агент, который превратился в шоумена, и не находится там, где находятся его студенты, его клиенты. Потому что люди хотят не шоумена, который будет зарабатывать по 150 долларов, человека, который никогда не будет даже иметь шансов приехать в Австралию. Люди хотят видеть человека, который на личном опыте может доказать, что он чего-то стоит, что своим личным примером может повести людей, и имеет и связи, и опыт, и, в конце концов, большую общину или общину студентов, которые, иммигрантов, которые готовы, рады помочь другим, в том числе из-за того, что они знают, что помогают этому человеку. Именно такие люди, именно такие люди и делают дело, делают бизнес, продвигают саму идею образования и принципе миграции в Австралию. Это очень связано между собой, как бы ни пытались завуалированно или открыто опровергать это власти австралийские, иммиграционные в том числе. Это правда, и мы об этом знаем. Чего уж прятать, как страус, голову в песок, тем более он этого на самом деле не делает. Я хотел бы, дорогие друзья, вам еще раз открыто и без обиняков сказать. Всегда выбирайте людей, которые открыты, прозрачны. Старайтесь избегать болтунов. Старайтесь избегать людей, которые конкретно не могут доказать вам, что будет с вами на конкретных примерах. Людей, которые не обладают ни весом. Я не говорю о запасах своего жира, которые некоторые агенты очень ловко подмечают. Насколько я знаю, эти агенты посмотрели, кстати, каждый из более чем двух тысяч моих видеороликов. Они пытались учиться. Но вы знаете, были опыты над обезьянами. Их пытались сделать людьми. До какой-то степени это получалось. Но в итоге обезьяна всегда оставалась крикливой обезьяной. И человека она так и не смогла спародировать, скопировать. Она не стала человеком. Она никогда, обезьяна никогда не станет человеком. Так что думайте, дело всегда первое, слово второе.